Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаева, Черкесия, в студии Ярослав Щекланов. Сегодня глава Республики Рашид Тимрезов в прямом эфире на телеканале «Россия-24» прокомментировал эпидемиологическую ситуацию в регионе. Говорили о новом штамме COVID-19, о микрон. И сегодня же Рашид Тимрезов провел заседание оперативного штаба Республики по противодействию коронавирусу. За последние сутки выявлено 95 новых случаев инфицирования. Как и предсказывали эксперты, о микрон преимущественно протекает в легкой форме. Соответственно, снижается количество госпитализации. Сейчас вся нагрузка ложится на первичное звено здравоохранения. В Республике увеличено количество санитарного транспорта и врачебных бригад. Привлекаются волонтеры для доставки лекарств, повышенные охваты тестирования, увеличенные количество колл-центров. В случае с омикроном опасения вызывает тот факт, что среди заболевших немало детей и подростков. На сегодня выявлено около 2% заболевших среди педагогов и не более 5% среди учащихся. На дистанционный режим обучения перешли несколько школ, 146 классов в 37 организациях. Руководство Республики внимательно следит за эпидситуацией и обращается к жителям, чтобы они соблюдали все меры предосторожности. Мы практически два года работаем в таком достаточно серьезно напряженном режиме. И я хочу сказать, что на сегодняшний день мы видим, что омикрон потихонечку начинает в большем проценте выдавливать дельту. Те, кто заболели, болезнь протекает достаточно, ну можно сказать, что как ОРВИ обычный. При этом, конечно же, это большая нагрузка будет сегодня, на сегодняшний день у нас большая нагрузка на первичное звено здравоохранения, которые приведены, можно сказать, в боевую готовность. У нас и количество санитарного транспорта увеличено вдвое, и количество медицинских бригад почти вдвое увеличено. Поэтому, конечно, это такая большая нагрузка на медиков, за что я еще раз хочу их поблагодарить. Но сегодня это новый вызов, и нам, конечно, приходится в этом плане более напряженно работать. При этом хочу сказать, что количество коек в госпиталях наших, оно потихонечку снижается. У нас есть и наличие... Вы имеете в виду занятых коек снижается? Занятых коек, да, совершенно верно. То есть, условно говоря, поступивших и выписанных у нас на сегодняшний день превалирует больше то, что выписано. Но при этом увеличится количество вызовов наших врачей. Понятно, что это еще раз нагрузка на первичное звено здравоохранения. Рашид Борисович, а как все-таки овсоят дела? Вот мы традиционно этот вопрос задаем с людьми пожилыми. Карачаево-Черкесская республика – это один из рекордсменов по долгожительству, как мы знаем. Ну, на сегодняшний день у нас процент вакцинированных 65%. У нас процентов считают, что это недостаточно. И мы, вот сегодня коллеги, тоже я слушал, как говорили о том, что если человек вакцинирован, он, во-первых, а, легче переносит болезнь, и, б, конечно, у нас нету случаев смертности. Но в то же время для увеличения вакцинации, и в том числе на ваш вопрос отвечаю, у нас большое количество мобильных бригад, у нас практически в каждом отдаленном населенном пункте есть фельско-акушетский пункт, где любой житель может привиться. Такие же программы у нас, когда вызывают на дом и на дому, все это можно сделать. Поэтому в этом плане у нас вопрос отработан. Есть ли желающие родители, которые готовы прививать у детей, потому что, как я уже тоже говорил, поступили первые партии вакцин в отдельные регионы, «Спутник М», в частности, будет ли здесь, как вы думаете, какой-то спрос среди населения? Ну, вы знаете, я скажу так, ситуация, то, что касается прививки молодежи, она, конечно, такая неоднозначная, и много споров вызывает в обществе. Но, конечно, мы все понимаем, что рано или поздно мы к этому придем, как к обычной прививке, когда нам делали в детстве, там, я не знаю, еще в младенческом возрасте практически делали. Я думаю, что к этому мы обязательно придем. Но на сегодняшний день ситуация вообще с вакцинированием, она же такая непростая была. Но вот при этой волне, которая сейчас пошла по омикрону, у нас пошло увеличение желающих вакцинироваться. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. В Карачаево-Черкесии мокрый снег, местами сильный. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-7 в горах до 13 градусов мороза, а днем минус 4 плюс 1. И местами минус 4-9. На дорогах гололедица. В Черкесске мокрый снег, ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночи минус 2-4, а днем минус 1 плюс 1. И на дорогах гололедица. Не пропустите в Минеральных водах сельскохозяйственная выставка «Агрокавказ». Огромный выбор техники, СЗР, семян и удобрений, продукции для животноводов. 300 участников и экспертов агрорынка. Со 2 по 4 февраля в выставочном комплексе Минводы-Экспо. Впервые в Черкесске. Выставка страны обезьян и пушистиков. Мартышки и громки, карликовые бегемотики. С 19 января по 28 февраля в Центре развития предпринимательства. На Горького 8. Продолжаем выпуск. Сегодня день памяти жертв политических репрессий против казачества. К жителям Карачао-Черкесии обращается глава республики Рашид Темрезов. Нынешнему поколению казаков доверена ответственная задача – возрождать потерянное, сохранять и приумножать то, что удалось сберечь. К этому прилагает все усилия и баталпашинский отдел кубанского казачьего войска. Пусть светлой памятью жертвам политических репрессий станут добрые дела и начинания, во благо нынешних и будущих поколений во имя процветания нашего общего дома России. Траурное мероприятие прошло в Покровском церкви Черкеска, где установлен поклонный крест и табличка память о казаках-баталпашинцах. Подробности у Оли Баташева. Масштаб трагедии, начавшийся с директивы Свердлова 103 года назад, еще предстоит оценить историкам. Репрессии и геноцид унесли миллионы жизней казаков и членов их семей, говорили выступающие. 24 января в Карачао-Черкесии стал особой датой, вызывающей к тому, чтобы мы помнили свою историю и никогда не повторялись те страшные события. Расстрелы и депортации дополнялись экономическим террором. Люди лишали имущества, отбирали скот, землю, по сути обрекая оставшихся в живых на голодную смерть. Годы репрессий не прошли бесследно. Численность казачества сократилась в разы. До сих пор на территории нынешней Карачао-Черкесии историки не могут установить точное количество людей, пострадавших от политики расказачивания. По самым скрупным подсчетам, жертвами репрессий стали более миллиона людей. Атаман Баталпашинского отдела Валерий Дедук отметил, что казаки смогли вновь с гордостью поднять голову, сплотиться и начать возрождать свои традиции. Казачество это может являться примером того, что народ нельзя победить. Можно воевать с государством, можно воевать с кем угодно, но народ именно сам победить нельзя. Советская власть пыталась уничтожить казачество как народ. Ну и где теперь? Советской власти нет, а казачество вот стоит здесь. В общем вспоминаем погибших, вспоминаем наших предков. Была отслужена панихида по невинно убиенным казакам. В этот день поминальные молитвы прозвучали во всех православных храмах республики. Мои предки зажиточные были казаки, хотя принимали участие в гражданской войне на стороне красных. Были такие времена. Но затем впоследствии пострадали. Дед был репрессирован, содержался в армавирской тюрьме. А на плечах бабушки осталось четверо маленьких сыновей. По окончании мероприятия казаки возложили венки и живые цветы к поклонному кресту в ограде Покровской церкви. Али Баташев, Максим Долгов, Вести Карачаева, Черкесия. Если тяжелейшую ношу на своих плечах выстояли и будут помнить эту скорбную дату в истории, передавая потомкам память о подвигах предков. Если население, занимаемое кубанским казачьим войском, насчитывалось до 1917 года, в пределах трех миллионов людей после репрессий, два миллиона осталось. Это то, что люди очень много погибли. А погибли за то, что не предали свою родину, не присягу, остались верны своему народу. Ну, значит, вечная память павшим казакам, казачькам и всем погибшим во время этого террора. Представители казачества внесли немалый вклад в основание развития Карачаева-Черкесии. Сегодня в республике возрождаются традиции, действуют казачьи классы. Недавно в Кардоникской был установлен мемориал основателям станицы. Сегодня в рубрике «Наши наследия» мы расскажем о том, что предшествовало возведению этого памятника. Подробнее Шрифат Лепшокова. Карачаева-Черкесия имеет давние казачьи традиции и неспроста. Ведь наша столица еще меньше ста лет назад была станицей Баталпашинской. Сегодня так называется республиканский отдел Кубанского войскового казачьего общества. Его члены занимаются патриотическим воспитанием детей и подростков. Учат школьников тому, что, как и прежде, честь и доброе имя для казака дороже жизни. В станице Кардоникской хорошо помнят о своих корнях. И возведение памятника в 2018 году тому свидетельство. На казачьем правлении решили, атаман, наши старики, правление, решило, значит, построить памятник основателям станицы Кардоникской. И вот мы собрались, решили, долго мы искали эскиз, какой будет красивый памятник. Ну, много искали, нашли вот такую фотографию. У нас там были у стариков фотографии, нашли вот такую фотографию. Значит, с одной стороны казак с лошадью, на второй стороне, там, значит, божья мать и, значит, казачка с казачатами. Станичники отдали дань уважения женщине-казачке. Она была хранительницей семейного очага, воспитывала детей, следила за хозяйством, работала в поле, пока муж воевал. Заместитель атамана Зеленчукского районного казачьего общества Евгений Коломойцев рассказал, что кубанское войско было единственным, где женщинам разрешалось присутствовать на кругу, в высшем законодательном казачьем органе. Казачки имели право совещательного голоса. Но в первую очередь женщины были верны традициям. В Зеленчукском музее бережно хранят предметы быта и утвари, которыми пользовались казачки. При всей тяжести их труда они находили минуту для радости. Музыка была их неотъемлемой частью. В музее можно увидеть и мужской казачий пояс с нашивкой, газыри, нательный старообрядческий крест. Возможно, что эти вещи принадлежали первым казакам, прибывшим в 1855 году на место будущей станицы. Их было 17 человек. Они выкопали два рва шириной 5 метров и глубиной 3 и начали охранять кордон. Так появилось название Кордоникская. В середине 19 века на месте Кордоникской была казачья застава. Первые поселенцы стали основателями станицы. Установленный им памятник – это не только дань уважения предкам, но и символ возрождения казачества в регионе. Вслед за первыми казаками потянулись другие. Им разрешили поселиться за рвами и начать строиться. Дали земельные наделы. Новопоселенцы входили в военно-оборонительную линию. Позже боролись вместе с горцами против Османской империи. Казаки учили своих детей с уважением и терпимостью относиться к традициям и вере коренных жителей. Было развито куначество. И сегодня в Кордоникской казаки и корочаевцы живут вместе. Потомственный казак Иван Боссов вспоминает, его предки были из-под Полтавы, а своих дедов он и не видел никогда. В 1919 году в разгар гражданской войны началось расказачивание, и они были репрессированы. Были позабыты заслуги казаков в Первой мировой войне, а они были немалые. Чуждой трусости верные Родине воины всегда были на первой линии. Полных кавалеров, георгиевских кавалеров, награжденных четырьмя крестами, 160 человек по кубанскому войску. Из них и есть житель Станицы Кордоникской, Быковский Андрей Кондратьевич. Кроме того, есть около 10 человек и награжденные крестами 4-й, 3-й и 2-й степени. Если брать историю Великой Отечественной войны, то гордостью кардоничан является Анна Владимировна Никулина. Вот доска, в ее честь, она водрузила знамя победы над рейс-канцелярией. За этот подвиг ее наградили орденом Красного Знамени. Знаменитый враг Анкола Гбутов, участник Великой Отечественной войны, тоже был из Станицы Кордоникской. В республике ему установлены памятные доски. При школах созданы классы казачьей направленности. Только в Кордоникской их целых четыре. Ребятам рассказывают об истории казачества. На занятиях им стараются прививать любовь к родной земле. Мы стараемся, чтобы порядок в Станице был. Дежурим, ходим от казаки. Вот, ну, праздник, как и любые, там, церковные, даже такие светские, советские. Все мы помогаем администрации нашей, все, чтобы порядок был в Станице. И молодежь у нас, сейчас молодежь к нам тоже начинает, ну, привлекается тоже. В своей истории казаки бывали по разной стороны баррикад, но всегда их объединяла любовь к родине. Преданные корням, они сегодня по-прежнему в строю. Шереват Левшокова, Али Бустанов, Вести Карачаева, Черкесия, Зеленчукский район. Это все вести, а прямо сейчас смотрите сериал «Склифосовский». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова